Когда я в разговоре касаюсь до этой темы, мне сразу говорят, а где доказательства, документы, а я говорю, а укажите истинный заговор, который оставил по себе хоть клочок бумаги с уличающей записью. Кто совершил переворот в Петрограде и создал Красную Армию, за кулиси истории, а все важнейшее в истории творится в тайне от публики, очень редко открывается исследователю. К примеру, говорить о двоевластии в России после февраля 1917 года, смешно, ибо почти все министры Временного правительства и все лидеры Совета были братья и вместе заседали в масонских ложах. А вот о чем они договаривались, этого мы не знаем. Февральский переворот в России в 1917 году явился результатом заговора, который начался в сентябре 1915 года. Об этом впервые заявил печатный Деникин в Париже в 1921 году. Монархисты хотели силой вырвать у своего государя отречение, а в случае отказа убить царя, большевики, когда убили государя в 1918 году, лишь окончили замысел монархистов и масонов от 1916 года. Потом появились в эмигрантской печати свидетельства о масонском заговоре. В действительности там был сложный клубок четырех заговоров, дворцовый, великие князья, генеральский, армия, заговор разведок Англии и Франции, и масонский заговор, центр депутатов Думы, эсера и меньшевики. Имеется обширная литература по всему вопросу, воспоминания участников заговоров и очевидцев, но ни одного документика. Хорошо, говорю я, считайте, что все ниже изложенное мне приснилось. Удачно, что жанр сновидения избавляет меня от докуки дотошных ссылок на источники, всем известные. Вы помните паническую записку Ленина 24 октября 1917 года? Теперь все висит на волоске, нельзя ждать. Можно потерять все. Далее у Ленина две совершенно загадочные фразы, кто должен взять власть. Это сейчас не важно, пусть ее возьмет военно-революционный комитет или, другое учреждение, взятие власти есть дело восстания, его политическая цель выяснится после взятия. Ленин напуган удалением Верховского, об этом Ленин пишет в записке дважды. Кто такой Верховский, почему, неважно, кто возьмет власть. О каком другом учреждении говорит Ленин, генерал-майора, и Верховский, военный министр и одна из главных фигур в заговоре против Временного правительства. Генерал-майора, и, Верховский был военным министром и одной из главных фигур в заговоре против Временного правительства. 20 октября Верховский в ультимативном докладе правительству потребовал немедленного заключения перемирия с Германией и Австро-Венгрией и демобилизации в конец разложенной армии. 24 октября Ленин узнал, что Верховский уволен в отставку. Ленин зря тревожился, военным министром стал заместитель Верховского генерал-аншеф А. А. Маняковский, который тоже был в заговоре, в 1918 году Маняковский стал начальником Академии Красной Армии. Его ученики в войне против Гитлера воевали уже генералами и маршалами. Когда Маняковский умер, в 1922 году Академию РКК возглавил Верховский. В заговоре Октябрьского переворота был и главнокомандующий армиями Северного фронта генерал-аншеф А. Черемисов. Еще в сентябре 1917 года Черемисов увел подальше от Петрограда единственную опору Временного правительства – конный корпус генерала Красного. Черемисов растащил сотни батареи корпуса по разным городам и селениям от Витебска и Ревеля до Новгорода и Старой Руссы. Корпус как боевая единица перестал существовать. Генерал Краснов позднее писал, что это было планомерной подготовкой к 25 октября. Главнокомандующий армиями Северного фронта генерал-аншеф А. Черемисов. 25 октября Керенский кинулся во Псков к Черемисову требовать войск для подавления Петрограда. Керенский назначил Краснова командующим армией и приказал идти на Петроград. Черемисов, будто в насмешку, дал Краснову 9 неполных сотен, 690 казаков и 18 орудий. С этой армией Краснов 27 октября выступил на штурм Петрограда. В тот же день, 27 октября, генерал Черемисов прислал в Петроград для охраны Смольного сводный полк латышских стрелков из 12-й армии, 10 тысяч отменных бойцов, которые ни слова не знали по-русски и были готовы убивать всех, на кого укажут латыши и офицеры. Поход Краснова позорно захлебнулся. 30 октября казаки бросили генерала Краснова, ибо большевики объявили на фронте мир. Генерал Черемисов, по некоторым источникам, служил затем в Красной армии и в 1919 году громил армию Юденича на подступах к Петрограду. Командир 42-го армейского корпуса генерал-лейтенант Р. Ф. Вальтер. В заговоре был и подчиненный Черемисову командир развернутого в Финляндии 42-го армейского корпуса генерал-лейтенант Р. Ф. Вальтер. Когда 29 октября 1917 года в Петрограде начался мятеж юнкеров, генерал Вальтер Точис прислал по железной дороге крепкие, незатронутые фронтовым разложением пехотные части с артиллерией. Четыре юнкерских училища были расстреляны из пушек, мятеж был подавлен. Одна из частей генерала Вальтера, 428-й ладинопольский полк, с артиллерией, под командованием полковника Потапова был отправлен в Москву на подавление тамошнего мятежа юнкеров. Керенский пишет в мемуарах, что генералы нарочно позволили большевикам свергнуть Временное правительство, чтобы потом прихлопнуть большевиков. Западные историки согласны с Керенским. На деле все было иначе. Речь должно вести о противостоянии патриотов и иностранцев. В начале марта 1917 года государь, извещенный, что заговорщики намерены убить его самого, его жену и детей, подписал отречение в пользу младшего брата великого князя Михаила. Михаил, растерявшийся, под нажимом и под угрозами думцев, подписал отречение в пользу учредительного собрания, которое решит, будет ли Россия монархией старем Михаилом, или будет в России республика. Временный комитет думы по спискам, заготовленным еще с 1915 года, создал Временное правительство, с единственной его задачей, в течение месяца или двух провести выборы и созвать учредительное собрание. Совет рабочих и солдатских депутатов с почтением признал верховную власть масонского правительства. В том же марте началось разложение армии через провокационный приказ номер один, некие силы уводили армию из-под власти дисциплины и подчинения старым начальникам. На фронте и в тылу отменялись подчинения и чинопочитания, учреждались солдатские комитеты, которые отныне решали исполнять приказы командиров или нет. Результат превзошел ожидания. Солдаты поняли дело так, что революционная свобода, свобода выбора, свобода не воевать, в июле после ужасного провала наступления, командующий фронтом генерал Деникин гневно выговаривал военному министру Керенскому, не большевики разложили армию, а вы, ваше правительство. В апреле правительство, вместо того, чтобы созывать учредительное собрание, заявило, Нота Милюкова, что будет продолжать войну по обязательствам царизма. Возмущенные полки Петрограда вышли из казарм с оружием и окружили Мариинский дворец, где, как и при царе, заседали министры. Генерал Корнилов, командующий войсками Петроградского военного округа, вывел артиллерию, чтобы расстрелять мятежные полки. Политики испуганно заявили, что это – начало гражданской войны. Совет рекомендовал Корнилову убрать пушки. Корнилов подчинился, но подал в отставку. Министры-капиталисты тоже ушли в отставку. Составилось новое временное правительство, с участием социалистов, которое решило, войну продолжать. Сталин приехал в Петроград из Сибири 12 марта. Отобрал у Молотова руководство газетой «Правда» и заявил два своих главных тезиса. Вся власть в России должна принадлежать Советам, а войско должно быть первейшим союзником пролетариата. 12 миллионов людей в шинелях, с винтовками и пушками, обученные стрелять, страшная сила. Ленин приехал из Швейцарии с десятками товарищей вождей, 3 апреля. В прежние годы Ленин и Сталин сильно враждовали. Конфликт между бакинской группой Фиолетова, Сталиной и парижскими господами, Лениным и прочими. Имелись подозрения, что именно Ленин устроил арест Сталина в 1913 году и отказал в организации побега Сталина из-за полярной ссылки. Сталин категорически не принял тезисы Ленина, которые позднее были названы апрельскими. Петроградское бюро партии большевиков почти единогласно проголосовало против этих тезисов. Плеханов, старейший С.Д. в печати назвал эти тезисы бредом. В большинстве своем С.Д. заключили, что Ленин окончательно порвал с марксизмом и сделался бланкистом и бакунинцеем. Известно, что Сталин и Ленин несколько часов говорили с глазу на глаз. После этого разговора Сталин стал в партии первым после Ленина. В ЦК большевиков было создано военное бюро, которое возглавили Сталин и Дзержинский. Уже в мае разумные люди видели, что России не нужно воевать. Революция привела к разрухе. Фабрики закрывались повсюду, из-за нехватки сырья. В городах начинался голод, продовольствия по карточкам давали мало или не давали вовсе. А на рынке за время войны цены выросли в 13 раз. Производство военной продукции упало в три раза. Армия, разложенная приказом номер один и декретами Временного правительства, стихийно не желала воевать. Армия уверилась, что свобода – это свобода бесчинств, дезертирства, преступлений. Каждый день войны стоил 56 миллионов рублей, а дефицит годового бюджета составлял 40 миллиардов. России был нужен мир. Германия, измученная войной, с осени 1916 года по различным каналам искала возможности заключить перемирие с Россией, положение Германии ухудшилось тем, что в апреле 1917 года США объявили Германии войну и начали отправку в Европу одного миллиона солдат. В июне 1917 года в Петрограде собрался первый Всероссийский съезд Советов, большевики имели на съезде десятую часть мандатов. В дни съезда большевики наметили на 10 и 11 июня вооруженное выступление с целью свалить правительство князя Львова. По сценарию апрельских дней, взять власть и заключить мир, чтобы немедленным заключением мира призвать массы на сторону большевиков. Руководили подготовкой выступления Сталин, Дзержинский, Стасова. Каменев и Зиновьев были против взятия власти. Ленин предпочел выжидать. Возмущение съезда Советов было бешеным. Министр Церетели, С.Д. Меньшевик, заявил, что через ворота большевиков войдет генеральская контрреволюция. Церетели уже в июне почему-то увязывал большевиков с генералами. Съезд запретил большевикам демонстрацию. 9 июня всем казалось, что дело большевиков, кончено. Ленин почел за лучшее скрыться с 10 июня партией руководил Сталин. 18 июня правительство и военный министр Керенский, по требованию Франции и Англии, начали громадное наступление русских армий, которая в июле закончилась катастрофой. Керенский позднее путано напишет, что он не имел своей воли и был управляем из-за рубежа. Берберова, автор знаменитого исследования о масонах, говорила, они дали масонскую клятву, которая по уставу превышает все остальные клятвы, даже клятву Родине, они дали клятву никогда не бросать Францию, и потому Керенский не заключил мира.